Выборы не за горами. Менее двух месяцев осталось до единого дня голосования. 18 сентября жители Щелковского района будут избирать депутатов Государственную и Московскую областную думы, а также депутата по 15-м одномандатному округу в Щелково. Сейчас идет регистрация кандидатов. Вчера, например, у нас состоялось заседание окружной избирательной комиссии 127-го Щелковского одномандатного избирательного округа по выбору депутатов Государственной думы. Мы зарегистрировали 6 кандидатов. В настоящий момент их стало 8. То есть на рассмотрение пока остались только документы одного всего лишь кандидата. На выборы в Московскую областную думу уже зарегистрированы 6 кандидатов. На рассмотрение еще находится ряд документов. Сказать, сколько точно кандидатов окажется в списках бюллетеней, пока нельзя. Период выдвижения еще продолжается. До 3 августа у нас могут заявиться как самовыдвиженцы, так и кандидаты, которые выдвинуты в заверенных списках. То же самое касается и выборов депутатов в городское поселение Щелково. Чтобы те, кто будет в день голосования находиться вдали от дома, также смогли отдать свой голос за понравившихся кандидата, ведется тщательная подготовка. Период получения открепительных удостоверений уже непосредственно избирателями начинается с 3 августа и продлится он до 6 сентября включительно. Это будет происходить у нас в помещении комиссии в территориальной на площади Ленина, дом 2. А уже начиная с 7 сентября эти открепительные удостоверения будут выдавать непосредственно члены участковых комиссий, то есть там, где избиратель уже приписан. Количество избирательных участков на территории Щелковского района осталось неизменным – 120. На данный момент ведется работа по определению местных расположений. В частности, те участки, которые находились на вторых и третьих этажах, переносятся на первые для удобства маломобильных групп граждан. Перечень участков будет опубликован не позднее, чем за 40 дней до единого дня голосования. Кроме того, избирательной комиссией Московской области было принято решение о приеме предложений для формирования резерва состава участковых избирательных комиссий. Такие меры необходимы для того, чтобы заменить отсутствующих по каким-либо причинам действующих членов комиссий. Прием предложений установлен с 29 июля по 18 августа. То есть те люди, которые хотят стать членами избирательных комиссий, участковых в частности, они вправе обратиться к нам в комиссию и представить документы для выдвижения. Получить более подробную информацию о предстоящем голосовании и ознакомиться с кандидатами можно на официальных интернет-страницах избирательной комиссии района. Тариса Снегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».